Если хочешь колхозку проверить, приди в зал и волфы, я тебя тоже уроню. Ренат, у тебя на лице так очень ярко описаны последствия боя. Расскажи, как себя чувствуешь, потому что тебя после боя не повели на пресс-конференции. Блин, я вообще кипиш, ну, я говорю, что не повели, я говорю, конференции давно не было, потому что последний бой ничья тоже не отвели, и сейчас они говорят, мы должны тебя отвезти в госпиталь. Я говорю, госпиталь, нормально, возможно, типа сломано, орбитально. Я говорю, ничего там не сломано, я говорю, просто опухло. В итоге нет, мы, говорю, мы отказываемся от отдачи показаний, отрицалого, короче. Они говорят, нифига, вы должны проехать. И отвезли в госпиталь, всерьез такой госпиталь, сделали КТ, МРТ. Естественно, все нормально, там ничего нет, просто воспалилось, и все. И привезли обратно, остался я без кучи интервью. Расскажи, главное впечатление по бою, получился он таким очень тяжелым, да, как будто? Ну, что вам так, теперь я понял, смотрите, не Долби сильно дышит, а он делает все, чтобы его соперники на его фоне умирали. И он пытался это сделать, он, я вам ищу, почему? Я в Москве, у меня там друг имен Шарафидинов, он призер мира, чемпион мира по греко-римской борьбе. Я с ними вожусь, я знаю, что это такое, но этот парень тоже не из робкого десятка. Он как и в первом раунде хватал клинч, вот эти руки хватал, так и в третьем раунде, и у него не избавлялись силы, понимаете? Бывает, что человек в первом раунде схватил, и ты думаешь, ага, побежи, и в третьем ты устанешь. А он так сильно хватал, что в первом, что в третьем раунде, что то, чего мы его не ждали, ну, думали, так в корпусе борются, а в ударке типа сильные. В итоге оборот оказался, что в ударке он так себе оказался, а в клинче именно в этой вознесении. И поэтому ребята, когда с ним работают, в первом раунде закисляются, устают, и во втором, третьем раунде просто выживают. Первое, что можно было заметить, это то, как соперник сильно, ну, и громко дышит. Он всегда дышит, я смотрю, он на самом деле этим, типа, я же говорю, нет у него, оказывается, такого, я думал, там, нереальная выносливость. Нет, он устал не меньше меня, как минимум. А сам звук не отвлекал от себя? Нет, какой звук, там какой-то, знаешь, когда мне говорят, что пугал, я говорю, что уже пугать, уже драться вышли. Если пугать, то тогда в раздевалке пугать, чтобы я не вышел, или из хаты, чтобы не вышел. Мы уже на бой вышли, там уже никого не напугаешь этим дыханием. Молодец парень, крепкий, и я считаю, что Далби один из самых недооцененных бойцов вне ТОП-15. Четыре победы подряд, причем над хорошими соперниками, плюс последний, там, Банфима выиграл, да, 15-0 проспекта, поэтому, блин, удивил, честно. В первом раунде у тебя был момент такой, когда ты чуть ли не отправил такой в нокаут даже. Был нокдаун хороший, но чего не хватило для того, чтобы дальше добить? Не хватило, побоялся, чтобы не получилось, как в тот раз в Залеске. Опять нокдаун, но что нравится, каждый бой. У меня нокдауны, я сажаю людей, мне, честно сказать, очень нравится, тренера по ударной технике похвалил. На самом деле, в первом бою тоже Михаил Лидиса уронил, но судья не заметил, он тоже в нокдауне был. Считаю, получается, каждый бой кого-то роняем, не только боремся, да. Но молодец, очень хорошие мы виделись, потом с ним здесь, ну, мы ужинали, он подошел, поговорили. Я говорю, вы хороший гипплан сделал, да, мы очень сильно под тебя готовились, фишки, и я говорю, ну, много чего прошло. Когда услышал, что раздельное решение, был нерв, что сейчас отдадут? Я что-то был уверен, на самом деле, что мне отдадут, потому что один там третий раунд отдал, тому 10-9, я не понял, почему. Ну, нет, я не то, что не сомневался, это бои всякие, может быть, но почему-то я был уверен. Даже один там увидел ничего, по-моему. Нет, там один вообще третий судья отдал два раунда ему, второй и третий. Думаю, хоть третий за что, ладно, второй, думаю, а третий хоть за что, думаю, отдал. Ты с Даной как раз не пообщался после боя? Нет, блин, с госпиталью только общался. В третьем раунде в концовке решил так зарубиться в открытую, это что, порыв душевный? Да нет, мне же нравится это все, драться не умею, но очень люблю, это же про меня. Я люблю эту тему, думаю, может попаду, ну, там 10 секунд, я понимал, что он меня не вырубит, а возможно, я зацеплю, потому что я такой, как таковой сил в ударах его не чувствовал, а думаю, я может где-то зацеплю, потому что я зацепил в первом раунде. И то, что он бил, да, мне прилетало, с двух ног он бил и так далее. Да, неприятно, но ничего такого нет. Знаете, на себе я понял, что голова у меня, слава богу, крепкая, держит. Знаешь, я перед турниром с Артуром здесь говорил, он говорил, что соперник такой темповик, и тебе нужно, наоборот, самому идти на него. Насколько это тяжело было, и когда ты понял, что, блин, ну вот сейчас не получается, что-то эти, что-то устал, или было ли такое вообще? На самом деле я неправильно начал, мне тренера говорили, все, начиная с джеба. Джебом попал, ты и правым достанешь. Вот я джебом попал, и правым следом кинул, попал. Как только я начал на его любое детство кидать джеб, вообще другая работа пошла. Я джеб кинул, бах, подсел, он на меня пошел после моего джеба, и я прохожу в две ноги, перевожу. А видели, как я одну ногу поднял и не смог перевести? То есть я вообще удивился, то есть одну ногу вот так поднять, и он устоял, вообще удивился. И в клинче сильный, у меня был план там прижимать его головой, но как только я поднимался выше грудной клетки головой, он меня сразу разворачивал. Поэтому, ну, теперь ты уже после боя с дайм, надо было ниже подсаживаться и бороться за две ноги, наоборот. Да, для Артура Ахмедова теперь будет. Да, да, мы сидели, разговаривали, мы это с ним обсуждали. Да, да, мы обсуждали, мы обсуждали это. Как считаешь, у тебя сейчас четыре победы, одна ничья, очень хороший послужной список в UFC. Должны ли тебя в топ-15 включить? UFC же такая тема, это больше, мне кажется, история о медиа. Я думаю, да, надеюсь, там кто сейчас, 15-й этот, а, как его зовут, будет драться в Абу-Даби с этим. Лиман? Нил Мегни? Не, Нил Мегни выше. Будет драться с Диезом. А, Роби Лоулер? Да, никакого Лоулер уже. С Ниром Киесом на Абу-Даби, где Санхегин. Винценте Люки, он 15-й. Я думаю, могут, да. Посмотрим. Вот у тебя последние два боя, они получились достаточно такими конкурентными, но при этом вы помните твой бой против Кевина Ли. А как думаешь, удастся ли Ли вообще в ближайшее время переплюнуть в плане зрелищности? Это же не от нас зависит. Вот упал бы он и не встал бы, что, зрелищный же бой был бы, например. Но тут же как пойдет, знаете. На самом деле, я это называю бойцовский пробег. Вот это последние два боя, они очень дали мне большим плюсом, ну, такой хороший бойцовский пробег. Это такой очень хороший, ну, мне нравятся вот такие бои, на самом деле, как бы там ни звучало. Когда ты начинаешь зарубаться, это всегда выглядит очень ярко, зрелищно, но при этом, знаешь, кто-то говорит, типа, ну, вот стиль колхозный, да, как это называют? Вообще, пофиг, чего не говорят. А вот они колхозники, кто так говорит, они где-то на улице дерутся, а мы, ребята, в UFC деремся, братан, с лучшими бойцами, как бы там ни было. Ну и чего, колхоз? Я же не говорю, что я технарь. Если бы я ходил, говорил бы, я лучший там технарь в UFC, то одно дело. Я всегда говорил, я драться не умею, но очень люблю. Но я это делаю всей душой, и как вот могу, так и делаю. Поэтому кому-то не нравится, не смотрите. Или что-то, что-то. Я тоже каждый бой, я себе говорю, я бы лучше сидел бы перед телевизором бойцов хайлба, колхозник, а бороться не умеешь. А, не дышишь. Ну и что, колхозник, роняешь же, буханочка есть. Если хочешь колхозку проверить, приди в зал, и волк, я тебя тоже уроню. Кто там, вот кто написал, пускай придет. Вот, знаешь, получилось так, что ты дал без смог провести тейкдаун. И, в принципе, ты славишься своей борьбой. Там рекордсмен по количеству, по числу удержания, по времени точнее. А как думаешь, есть ли человек в полусреднем весе, кого ты не сможешь перевести, в принципе? Не знаю, я думаю, это такой вид спорта, что каждый может каждого перевести. Вон Сен-Пьер, каратист, переводил. Но, видите, у Сен-Пьера было так и это. Он говорил хорошо, что не важно, как ты тейкдаун проводишь, а важно, когда. Он находил момент и проводил. Несмотря на его технику и так далее, он это делал. Именно момент поймать надо. Поэтому вот я просто потом приноровился уже в втором-третьем раунде. Просто под его джеб проходил, что я и хотел, в принципе. Можно было изначально это просто сделать и Африку не придумывать, как говорится. Ты хорошо знаешь рейтинг топ-15 полусреднего веса. Если бы тебя попросили назвать... Нил Мегни, Саудия. Хотелось бы, ну, очень удобно тренировок взять и так далее. Вот у меня Артур приехал, он мне сегодня очень сильно помог, да. Почему в Саудии удобно? Виза не нужна. Нет, почему в Саудии удобно, а в Абудабе нет? Удобно, я говорю, наоборот, удобно, что не в Америку, что виза не нужна. То есть ты просто сказал про Саудию сейчас, но и если там Абудабе... А нет, ну я перепутал, для меня одно и то же. Арабский мир, в общем. Ну да, как бы, рядово я, как бы, соседи. Смотри, сейчас получается в августе турниров Абудаби, ну туда вряд ли... Туда секундантов поеду к Денису. А октябрь, Абудаби. Да. Идеальный для себя вариант. Номерной турнир, да, хотелось бы туда. Слушай, Ренат, вот Ярослав Степанов снимал, как ты гоняешь вес. И вот ты рассказывал, что весит 98, по-моему, в межсезонье. И получается, что ты даже больше весишь Роберта Уитакера, потому что он даже чуть меньше тебя в межсезонье весит. А если бы, условно, предложили бы бой против него, ты бы согласился бы? Это уже вопрос, давали, конечно, за хорошие деньги, чего не согласиться? Хорошие деньги. Как нужно побеждать его, понимаете, потому что Икра вышел и... Ну, опять же, пропустил удар, это у всех бывает, что пропустил удар, теперь говорит, что Икра слава, и нет, вышел за неделю против Витакера, да кто бы вышел бы? 90% бойцов топов все отказались бы. Поэтому Икра молодец, использовал свой шанс, да, пропустил, но и что, пропустил, пропустил, и что? Это его не делает, это сломывает, он уверен, вернется, и при нормальной должной подготовке и геймплане выиграет, и Витакер, и так далее. Как ты думаешь, извините, вместо в топ-15 он себе гарантировал, хоть и проиграл, ну, третьему номеру, третий же? Четвертый, по-моему, даже. Не знаю, тут рейтинги же так составляют, что иногда в шоке бываешь, как они вообще залетают туда. Ну, да, вроде понравился то, что экран вышел. Ну, мне кажется, ему и бонус прилетит нормальный. Так, да, да, она же любит отправлять, от себя отправляет, да. То есть приходят тебе сообщения, так и так на почту, вам вот такой-то бонус. После каждого боя обычно, да. Я сначала не понимал, думал, какие левые деньги там на карте. А потом мне говорят, типа, Ринат, это данный иногда отправляет. Пару раз письмо не пришло, а пару раз прям с письмом официальным, что вот вам благодарность, уважуха такая. Ты уже турнир здесь, да, досматривал так в целом? Я не смотрел. Я посмотрел, ну, я в госпитале был, там Wi-Fi не было. Приехал, Павлович успел посмотреть. И главный бой вечер, и все. Как тебя Павлович Волков? Удивил. Удивил Волков? Ты думал, что... Я думал, Павлович выиграть, да. Как бы там ни звучало, мне казалось, да.